МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Север. Здравствуйте! В студии Алина Ваучейская. И вот о чем расскажем сегодня. В Ненецком округе стартовали мероприятия, приуроченные ко дню работников сельского хозяйства. В преддверии профессионального праздника губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский посетил одно из старейших предприятий региона по изготовлению молочной продукции. Парламентарии региона совместно с представителями Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта и окружной госавтоинспекции совершили рабочую поездку по объектам дорожного хозяйства окружной столицы. И школьники из поселка Харута приняли участие во всероссийском конкурсе российского движения школьников на старт экоотряд. Очный финал стартовал в Москве 7 октября, а сегодня юные экологи вернулись на Рьенмар. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Губернатор Ненецкого округа провел совещание по вопросам реализации в регионе нацпроекта «Демография». Александр Цибульский поручил в течение недели представить предложение по внедрению дополнительных мер по достижению определенных нацпроектом целей. В совещании приняли участие вице-губернаторы Татьяна Лагвиненко и Наталья Сидорова, а также руководители Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа Сергей Сверидов. Александр Цибульский поручил руководителю профильного ведомства организовать кампанию по информированию населения о мерах господдержки семей с детьми, которые реализуются за счет федерального и регионального бюджетов. Глава региона также напомнил о ранее данном поручении по выработке дополнительных мер, которые стимулировали бы жителей региона к рождению первого ребенка. Кроме того, Александр Цибульский поручил тщательно анализировать рынок труда и занятости в регионе с тем, чтобы при прохождении программ переобучения и повышения квалификации женщины, находящиеся в декретном отпуске, могли рассчитывать на реальное трудоустройство. Это касается и программ переобучения граждан предпенсионного возраста, добавил глава НАО. Эти мероприятия реализуются в рамках региональных проектов «Содействие занятости женщин», «Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет и старшее поколение». В ходе совещания губернатор поручил своему заместителю Наталье Сидоровой представить предложение по разработке комплекса мер, направленных на стимулирование граждан к занятиям физкультуры и спортом. Кроме того, поручил вице-губернатору Татьяне Лагвиненко, которая курирует в регионе вопросы экономики и финансов, провести анализ категорий граждан, в отношении которых в регионе проводятся мероприятия по повышению уровня их реальных доходов. Конкретные предложения по обозначенным вопросам губернатору должны быть представлены через неделю. В Ненецком округе стартовали мероприятия, приуроченные ко дню работников сельского хозяйства. В преддверии профессионального праздника губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский посетил одно из старейших предприятий региона по изготовлению молочной продукции. Подробности прямо сейчас. Молоко, творог, кефир, сливочное масло, различные йогурты, кефирная продукция. Сегодня в Ненецкой агропромышленной компании производят более 20 видов молочных товаров. В ходе визита на предприятие губернатор осмотрел несколько цехов. «Лот куплен новый альтер, мы его буквально в понедельник получили, сейчас будем устанавливать, и творог будет касоваться тоже стаканчики, ручной работы здесь нужно будет сюда закладываться». На предприятии постепенно обновляют материально-техническую базу и оборудование. Кроме того, расширяется и ассортимент производимой продукции. Например, не так давно здесь начали делать молочные коктейли. Причём вся продукция проходит обязательную проверку. «Мы отдаём два раза в месяц, сдаём нашу продукцию на ОВСЭС, они ещё раз нас проверяют. То есть, ежедневная проверка здесь и в лаборатории, и два раза в месяц в СЭСЕ». Жёсткий контроль позволяет поставлять на прилавки магазинов только высококачественную продукцию. Кроме того, товары Ненецкой агропромышленной компании поступают и в образовательные учреждения для детского питания. В основном это молоко, творожная масса и различные кисломолочные напитки с содержанием живых бифидобактерий. «Они в сухом порошочке, мы его активизируем и добавляем в продукты. И это происходит в этих ёмкостях, да? Да, вот пять ёмкостей по 160 литров. Это здесь мы производим кисломолочную продукцию». Сегодня Ненецкая агропромышленная компания – крупнейший производитель молочной продукции в Ненецком округе. Дойное стадо состоит из 386 тысяч голов. Ежедневно на предприятии перерабатывается 5,5 тысяч литров молока. Алина Воучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И теперь о дорогах. Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого округа выявила нарушения в ходе работ по реконструкции улиц и авиаторов. Напомним, что подрядчиком на данном объекте является общество, сограниченное ответственностью опора. Предписание об устранении нарушений выдано ещё 3 сентября. Однако на начало октября выявленные недостатки не устранены. Об этом сообщается на сайте инспекции. В отношении организации составлен протокол об административном правонарушении. Гостро и жилнадзор выставил требования, согласно которым ООО «Опора» должно было установить необходимые дорожные знаки, ограждение мест производства, работ и разработанных выемок, выполнять работы по демонтажу существующего асфальтобетонного покрытия в соответствии с требованиями проектной документации. Не на всём объекте сразу, а на участках длиной 80 метров. Выполнить складирование строительных материалов в местах, указанных в проектной документации. За невыполнение предписания инспекции в отношении подрядчика составлен протокол об административном правонарушении. Для рассмотрения и привлечения виновных лиц к ответственности административный протокол отправлен в арбитражный суд. Напомним, что по условиям контракта работы по реконструкции улицы авиаторов должны быть завершены не позднее 1 сентября 2020 года. Парламентарии региона совместно с представителями Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого округа, главного распорядителя бюджетных средств по строительству окружных дорог, Центр стройзаказчика, представители городских властей и подведомственных и муниципальных предприятий, окружную госавтоинспекцию и прокуратуру округа совершили рабочую поездку по объектам дорожного хозяйства в окружной столице. В центре внимания организация дорожного движения на перекрестках улиц Ваучейского и Полярного, Хатанзейского и Пырерка, а также перекресток с Т-образным движением. Ирина Никешина с подробностями. Первый объект наш – это перекресток улицы Ваучейского и улицы Полярного. Этот светофорный объект был сделан по поручению комиссии по безопасности дорожного движения. В свою очередь представитель окружной госавтоинспекции Олег Абрезам пояснил мотив принятия такого решения. Этот светофорный объект планировался для оптимизации пропускного режима на данном участке автомобильных дорог. С учётом того, что улица Полярная у нас была продолжена, её строительство до улицы Рыбников. Поэтому интенсивность движения увеличилась в этом районе при проезде от улицы Первомайской в Кармановку. Необходимость установки светофора, который бы регулировал дорожное движение на данном перекрёстке, вызвала неоднозначное мнение участников выездного совещания. По мнению большинства, в столице округа слишком много светофоров, из-за чего образуются пробки. И чаще всего они возникают в районе нового Т-образного перекрёстка. Здесь соединяются дороги, принадлежащие трем собственникам. В настоящее время ширина дорожного полотна и неработающая дополнительная секция светофора со стороны моста не позволяют автомобилям разъезжаться. В результате в общей колонии стоят и те, кто едет прямо, и те, кто поворачивает направо. Аналогичная пробка образуется и со стороны Первомайской. По итогам поездки мы пришли к тому решению, что перекрёсток улицы Ленина и улица Первомайская. Мы рассмотрим вопрос по устройству дополнительных съездов при повороте на улицу Первомайская при съезде с моста и также при повороте на улицу Ленина при съезде с Первомайской. То есть этот вопрос мы рассмотрим в течение 2020 года. Обговорим с собственниками данных автомобильных участков. Это ФКУ Пардор Прикамия и администрация города. Ещё одна особенность, на которую обращают внимание и водители, и пешеходы – увеличение количества ограждений. Они установлены для разграничения дорожного полотна и тротуаров в целях безопасности пешеходов. Это, безусловно, плюс, но минус для большинства водителей, которые из-за высоты этих самых ограждений не всегда могут заметить пешеходов возле перекрёстка. Кроме того, выезжая со двора, заборы закрывают водителю обзор, что может привести к ДТП. Устройство ограждения регламентировано ГОСТом. Этот ГОСТ один для всех, и его исполнение обязательно. На что особый упор делает ГИБДД при осуществлении контрольных своих мероприятий. Если они должны быть, значит, мы их будем устраивать. Иначе идут штрафные санкции в адрес предприятий, которые содержат автомобильные дороги. Но, тем не менее, мы и понимаем чаяние граждан о том, что, ну, действительно, наш город на сегодняшний день весь заполонён этими барьерными ограждениями. Отмечу, что инициатором выездной встречи с представителями профильных ведомств выступило окружное собрание депутатов. Как отметил виза-спикер регионального парламента Максим Арбузов, по итогам поездки были достигнуты определённые договорённости. Чем чаще мы собираемся и поднимаем эти вопросы, не просто в кругу депутатов, или не только в администрации. Когда мы собираемся все вместе, исполнительная власть, законодательная власть и надзорные органы, то это даст результат рано или поздно. В данном случае, я думаю, это будет скорее рано, чем поздно, потому что, например, уже три института договорились о совместной работе в том, чтобы улучшить положение на перекрёстке возле Первомайской и Ленина. И город неофициально подтвердил в неформальном общении и департамент, и ГИБДД, что готовы вместе над этим поработать. Более того, даже наше УИЗО Анастасия Владимировна Голговская тоже подтвердила своё положительное отношение к решению этого вопроса. Также договорились о рабочем сотрудничестве департамента строительства в области строительства, разработки, обустройства дорог и ГИБДД, чтобы ГИБДД в этом случае выступало как консультативный орган, рекомендательный, который бы отсматривал проекты и подсказывал, где узкие места. Ирина Никешина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Депутаты городского совета нового созыва провели первое выездное совещание на объектах муниципального предприятия «Комбинат бытового обслуживания». Перед началом формирования городского бюджета на 2020 год народные избранники решили ознакомиться с работой муниципальных предприятий. Подробнее в материале моей коллеги Ольги Русол. Муниципальное предприятие «Комбинат бытового обслуживания» – одно из самых крупных на Ринмаре. К тому же в его ведении находятся такие стратегические объекты, как, например, городская свалка. С неё и начали объезд муниципальных объектов. Не секрет, что сейчас полигон переполнен, но работы по рекультивации уже начались. Срок до 2023 года эта территория должна претерпеть изменения в лучшую сторону. Здесь будет оборудована площадка для мусоросортировочного комплекса и мусоросжигательного комплекса. И в перспективе планируется, что весь накопленный мусор, который привозится сейчас машинами, он будет прямо с колес перерабатываться. Ну и на выходе будет либо полезная фракция, либо отходы, которые подлежат захоронению. Кроме того, предприятие КБ и БО назначили региональным оператором по обращению с бытовыми отходами. А это значит, что утилизация мусора выйдет на новый, современный. А главное – экологичный уровень. Следующий пункт назначения – месторождение торфа. Его территория составляет 6 гектаров. Добыча этого полезного ископаемого здесь ведется на основании лицензии – порядка 10 лет. За это время добыто 4,5 тысячи тонн грунта. Запасы месторождения составляют примерно 70 тысяч тонн. Грунт по своим характеристикам очень хороший. Мы летом сдавали на анализы в Архангельск. Заключение есть. Заключение… Даже нам сказали, что в Архангельске такого грунта не везде можно найти. Еще один важный объект, который находится в ведении предприятия – банно-прачечный комплекс в микрорайоне Городецкий. Как раз в момент посещения объекта льготникам здесь выдавали квартальные талоны на услуги бани. В городском бюджете на эти цели предусмотрено порядка 34 миллионов в год. Для того, чтобы получить талон, во-первых, нужно иметь свидетельство льготника. Вот. Ну, той или иной категории. У нас их согласно постановлению администрации. 13 категорий льгот. Вот. Приходите сюда, мы выдаем наше удостоверение. То есть мы регистрируем этого человека, выдаем наше удостоверение. Ну, естественно, для того, чтобы, скажем так, ввести учет, ну, естественно, должна быть фотография на удостоверение. Происходит раз? Раз в год. Вот это раз в год получаем удостоверение. А раз в квартал? Раз в квартал. Получаем талоны на квартал. Здесь же, в здании бани, расположен прачечный комплекс. Заказов хоть отбавляй. В основном услугами прачки пользуются крупные предприятия организации города. Химчистка есть? Нет, химчистки нет. Ну, раньше была химчистка. Очень нелетабельно. Да, очень нелетабельно. Ну, сейчас есть возможность, скажем так, есть оборудование, машинки специальные, сушильные, стиральные. Вот. И плюс химикаты, которые, ну, не будет химчистка, но не в полной мере, как та вот химчистка, которая привыкла к этому видеть. По словам руководителя комбината, возродить так необходимую жителям города химчистку можно. Надо лишь докупить необходимое оборудование. А это уже вопрос финансирования. Сегодня муниципальное предприятие комбината по обслуживанию бытовому – это все-таки стратегическое предприятие, потому что занимается и ТКО, и банно-прачечный комплекс. Поэтому внимание в данном случае должно быть ульяно максимальное. Это прежде всего обслуживание наших жителей, людей старшего поколения. В планах депутатов городского совета посетить еще ряд муниципальных предприятий, чтобы изнутри изучить существующие проблемы для последующего их решения. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Школьники из поселка Харута приняли участие в конкурсе российского движения школьников на старт экоотряд. Очный финал стартовал в Москве 7 октября, а сегодня юные экологи вернулись в Нарьинмар. Группу харутинских школьников в аэропорту встречали журналисты Телеканала «Север». На очный этап конкурса в Москву приехало более 40 экологических отрядов из 32 регионов России. Всего же в конкурсе участвовали более 750 экоотрядов, в их числе и наши земляки. На конкурс они представили проект благоустройства школьного двора. Чтобы реализовать свою мечту, для начала выиграли окружной грант в размере 30 тысяч рублей. Этих денег хватило на материалы. В проекте участвовали школьники, их родители, предприятия «Севержилкомсервис» и потребительское общество. Мы писали проект по благоустройству школьной территории, облагородили школьную территорию, отправили на конкурс наш проект, благоустроили школьную спортивную площадку, покрасили мы все спортивный городок, засыпали песком ямы прыжковые, ремонтировали забор у школы, красили его. В рамках финала всероссийского конкурса «На старт экоотряд» школьники проходили мастерские, обсуждали с экспертами насущные экологические проблемы и, кроме того, самостоятельно разрабатывали новые проекты по сохранению окружающей среды. Сейчас мы писали новый проект, то есть мы выявляли новые проблемы экологические в нашем округе и составляли план действий, цели, задачи и защищали свой проект. Мы делали проект «Быть ли Северной Мецесте» – термальный источник Мебошор, который находится на территории нашего округа. И мы писали проект по его благоустройству и его сохранению. Став участником экологического проекта, наши школьники выразили свою гражданскую позицию по вопросам экологии и теперь смогут воплотить еще один проект в жизнь. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». «Большая победа маленькой Шойны» – наш следующий материал об инициативных жителях заполярной глубинки, которые решили продвигать арктический туризм. Первым шагом стала разработка бренда села. Причем проект Валентины Малыгиной, именно ей принадлежит идея по развитию населенного пункта, признали лучшим на всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия». Подробности прямо сейчас. Когда в иллюминаторе появляется Шойна, невольно приходишь в восторг. Белое море и кругом песок. Недаром это место называют северной пустыней планеты Земля. У вертолета нас встречает Валентина Малыгина. Молодая глава, очень активный человек. Не так давно она одержала победу в престижном всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия» в одном из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Высокую оценку профессионального жюри получил ее проект по созданию бренда Шойны. Шойна достаточно уже популярна, но как раз создание бренда позволит популярности добавить. То есть это как раз у нас создана творческая мастерская, где мы впоследствии собираемся изготавливать различную сувенирную продукцию и, соответственно, можно будет ее маркировать созданным брендом. На сегодняшний день у нас подана заявка в проектный офис развития Арктики на получение гранта. Для того, чтобы этот бренд зарегистрировать. После того, как бренд будет зарегистрирован, Валентина, заручившись поддержкой односельчан, планирует развивать в населенном пункте арктический туризм. А посмотреть здесь есть на что. Шойна находится на берегу Белого моря. Невероятные красоты пейзажи, действующий маяк, заметенный песком старый поселок и даже водопады. А зимой здесь пользуются популярностью снегоходные туры. Учитывая, что и в округе у нас достаточно динамично развивается арктический экстремальный туризм, я считаю, что Шойна – это как раз то место, где, в принципе, многим туристам было бы здесь интересно провести свое время как раз с тем, которые любят такой вид отдыха. Скоро стартует новый конкурс «Моя страна, моя Россия». И у каждого жителя Архангельской области и Ненецкого округа есть шанс принять участие в конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей», улучшить жизнь своего региона, создать свой собственный авторский проект – социальный, культурный, научный или другой. Нужно просто подать заявку на участие в конкурсе, а потом, одержав победу, получить поддержку для его реализации. В этом году президент послания Федеральному собранию говорил о важности поддержки местных инициатив, связанных с криведением, с народным творчеством, с сохранением культурного и исторического наследия народов России. Конкурс «Моя страна, моя Россия» эффективно решает эту задачу. Он объединил тысячи неравнодушных, ярких, интересных, целеустремленных людей и помогает им самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи, активно участвовать в жизни своих сел и городов и способствовать их развитию. Победители конкурса ждут стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника, заработать дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям в ВУЗ. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды, спонсором выпуска которого является «Меховой дом. Знатные меха». Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших выходных!